Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. И на детей, Иконович, вот как-то Кураев привел такие слова, я их неоднократно повторял, и сейчас тоже повторю, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. И вот я заранее, перед тем, как поехать по Теляеву, по вашему приглашению, не по своей собаченной воле, просматривал видеоролики. Ну, как говорится, лучше раз увидеть в натуре, чем сто раз услышать. И что любопытно, приехав сюда, я обратил внимание, у вас, в общем-то, порядки все такие, как монастырские, но в хорошем монастыре. В монастыре не мыслило, чтобы кто-то ходил в шортах, в короткой юбке, и вызывая у людей, у мужчин чувство, ну, скажем так, какую-то, какую-то, нецеломудрию, да. Я не услышал, что за все это время ни одного глупого выражения, ни цензурной брани, этого нет. Не увидел, чтобы кто-то включал громкую музыку какую-нибудь, какую-нибудь, как в наших городах и селах, включают музыку сомнительного содержания. Не услышал, не увидел многих вещей, которые я вижу посередине в нашем городском быту. Нет тут ни милиции, ни одного человека не видел. Вроде как и происшествий тут никаких не бывает и не было. Разве что, говорят, приезжают, бывает, что, так сказать, пожелиться на чем-то, в таком вот, пользуясь, когда люди не ждут их. Вот. То есть, почему это происходит именно у вас? Вот это жесткая такая самодисциплина. А есть ли подобные села в других местах и весях нашего бывшего СССР? Известны вот такие поселения или нет? Вот эти вопросы, когда масштабно так, не знаю я, но, судя по всему, как есть, как это трудно дается, это очень большой труд положен был. Думаю, нету. Есть отдельные там какие-то старообрядческие поселения, но чтобы православные, я в это главное это верю, знали Библию, занимались, изучение Библии шло каждое воскресенье, были проповеди, это отсюда проистекает. И смотрели за всем, где есть какое-то нарушение, постороннее остановить, расспросить. Думаю, этого нет. Я так, предполагаю, скажут, а вот там, мне не разговаривали, а вот такие-то там-то, я старался как-то лично познакомиться или письмом и вижу ничего. Не то, что не так, а вообще этого нет. И в церкви этого порядка. Какой порядок? Семь минут даже кладицы не разрешаются. Никаких свечей зажигать. Это было у нас. Скамейки стояли вот так вот вдоль стены, что садись на них, и ты видишь других. Изменились. Маленькие скамеечки, стулья, только вперед смотреть. А не сидеть там, от одной стены на другой простреливать. Даже это, у нас шоцелопан нельзя заносить, чтобы не шуршать. В притворе висят правила. Об этом там все говорено. Как поступать с посторонними. Ты прочитай. Как кланяться. Не держать руки сзади. Ноги не подгибать. Вот так подгибают. Почему? Я беру жития святого Григория Богослова. И он говорит, чтобы не как журав на болоте был. И проще. Ну, это, конечно, устав. Мне пришлось писать дополнительное решение на собрание. Отдельная рамка висит. Тоже мне пришлось. Ну, мне Бог это дал. Тем более, я это не брал. Я поручал другому. Проходит день-два. Тут приходит и говорит, ничего не могу сделать. Я объявляю, кто будет писать. Ну, как? Какая еще демократия должна быть? Никто. Пишите вы, вам это дано. Все говорят. Ну, дано я и принимаю. Дело. Дело с учетом всего. Ну, это главная Библия и Конституция. Нигде, чтобы не было нарушено. Вот и все. А где так? Где были в монастырях? В монастырях такое же наворачивается, что доигралось, упало. Вот так. Я знаю, какой это труд по лагерям, дисциплина. Лагеря нет сейчас. Просто приезжаю с родителями, как в гости. Ну, все сохраняется так же. И ты видишь, какой порядок. Как дети сидят. По роликам видно. Но у нас все заснято. Как они строим, идут в церковь. Вот в этом у нас есть снимок такой. Виктор Николаевич идет с ними. А там конца не видно, столько детей было. Ну, по краям, там метров через 30, они друг от друга. На расстоянии двое за руки идут. Между ними расстояние должно быть не менее, допустим, полтора-два метра. Идут и надолегаются там или что-то. Ну, и больше двух метров не растягиваются. То есть, все взято в норму. Военная дисциплина, как говорят. И поэтому у нас происшествий никаких нет. Я заранее знаю. Вот если я лежал в больнице на операции, я мог сказать, время 11 часов, они занимаются вот этим. А сейчас время 2 часа. Сейчас вот этим занимаются. Меня нету, ничего не меняется. Машина отлажена. Идет с четкостью. Никаких отставаний не опережили. Четко и ясно. Да детям это не нравится. А ты с детьми поговори. Меня везут из больницы, а мне нельзя сидеть, а только стоять или ложиться. Лежа на соломе, на телеге, меня везут. Время 1 час. Дети не спят, меня встречают за пределами лагеря далеко. Весь лагерь. Вот иногда интересный такой момент, когда человек под наркозом, то когда выходит, говорят, многое теряет памяти. И навсегда теряет. Я не могу этого отрицать. Может быть и так. Я боялся этого. И вот мне в рост шланг этот сунули, закачивает там какой свой, неозон. И все. Меня режут, я ничего не знаю. Хотя потом хирург приезжал, потеряю. И говорит, а что же вы не сказали? Мы бы все засняли. На позвоночнике тяжелая операция. Очень тяжелая. Но не самая тяжелая. Вот. И я потерял все. И вдруг я в лагере. Солнечный день. Дети сидят около главной комнаты отдыха. Прямо сиядно. И какие-то светлые юноши что-то подходят им, говорят. Дети слушают. Кто, чего, я ничего не знаю. Глаза открываю. Около меня стоят врачи. Я в реанимации уже нахожусь. Все. А они думают, перерезали нерв или нет. Это наобок. А они этот нерв, который ведет к ногам, к рукам, не знают. Они стараются меньше пробовать. А потом глаза открываю. Смотрю, губернатор края стоит рядом. Понимаете. Делегация оказалась немецкая. А как раз в тот момент и камнем пришел с делегацией. Ну вот как это все достается. Потом еще занимаешься, то и по наркозам видишь. То и во сне приснится. Мы видели, тосковали об этом порядке. И я знаю, как выйти из этого. Вот сегодня она говорит, вот вы баптистов не признаете церковью. Но интересно, вы вывод делаете, что можно узаконить баптистов через православие. Как? Получить рукоположение. Я давно, много лет об этом толку. А еще кто об этом говорит? Никто. Может, Андрей Кураев? Может быть. А Олег сияет? Нет. Никто. И патриарх не говорит? Нет. А я уже настолько глубоко проник с этим, что количество людей уже узнал, сколько. Договаривались с баптистами. Полторы тысячи учителя. Православные говорят, у нас нет учителя. Я говорю, сегодня, после обеда полторы тысячи будут стоять. Будут проповедовать о Христе, Иисусе, Спасителе наших. И о Слове Божьем, чтобы любили Христа и Библию. Но не трогали православные догматики. Ни иконы, ничего нигде. Вот, пожалуйста, будут курсы, и дальше открывают, и везде будут благовестники. Миссионеры не создают. Миссионеры – это дар Божий. Их вымаливают у Бога. Вымаливают. И, как правило, с младенческих лет избирает Господь. Это они не знают ничего. Я вот этим говорил. Ваша ошибка, что миссионерские отделы создаете. Вы, значит, ничего не понимаете. Их нельзя создать. Нельзя. А как? Ну, никак. Да кому создают? Благотворительные, можете. Певческие, благовестнические. Проповеднические, можно. Миссионерские нельзя. А кто эти про это говорил? Никто их никогда не говорил. Я впервые в мировой практике открыто заговорил об этом. Как это? Я не знаю. Чтобы было вот такое отношение к монашеству. Я признаю монашество и голосую, что должно быть, но не такое, без обетов. И не скрываться. А для того, чтобы был один и шел на благовестие. И во время благовестия там кому-то понравился. Ты или она, и ты решил жениться, бери благословение и женись. Никаких нарушений клятвы не будет. А она примать их не будет. И эти тысячи, которые сидят заперты за стенами, за мандрами, архимандритами, они пойдут теперь благовествуя. У меня есть мое личное выражение. Оно сегодня мне в укор, а придет время, будут его вымешивать. Монашество в том виде, в котором оно пришло на Русь, которое есть сейчас, принесло зло, недобро, зло. Может быть, сто крат больше, чем фашизм, коммунизм, масонство. Все вместе взятое. И иудаизм. Больше. Почему? Потому что запечатали проповедь. Сотни тысяч людей обезглавили. Проповедей не было, ничего не было. В Средней Азии, вся мусульманская, почему? Ни одного проповедника не было. Мухаммад умер в 632 году. За шесть столетий ни одного проповедника не послали. Ни одного. А вот он, Татарстан, а они дошли. А у них проповедь очень простая. Они приходят. А у вас православные были священники? Да, вы приняли, пока нет. А я мусульманин, примите. А чем ты лучше? У них конину есть нельзя. А у нас коней едят. О! У вас жены сколько? У меня три. А у них только по одной. О, так это верно. Что же они сказали сразу-то? А у нас четыре можно иметь. Мы принимаем лучше вашу веру. Все. Божество ничего не может предложить. У него и нет ничего. Ни жертвы Христовой, ни сошельства, ни Богоматери. У них ничего больше нет. Ну, столь можно сказать о вечном законе, о намазе, молитве. Но ничего больше нет. Это в этом человек повторяет, говорит, это может быть и без духа спято, просто так. И молиться о чем попало. Просить убить врагов. Это хуже всякой молитвы. А у них-то в основном об этом и идет. Вот и все. Они знают ад. Да все знают, что ад будет. Я говорю, как в аду был. Что говорить? Да хорошо, как в раю был. Сравнист. А у них ангелы говорят, кто же, кто у меня ребенок, как ангелочек растет. То есть это знают даже неверующие коммунисты. И поэтому монахи виноваты, они заблокировали. Притом монаши сошли лучше. Слабым там делать нечего. Как в песне поется язык, как в воздухе делать. Это люди, отвергаясь всего. И нельзя выходить, нельзя иметь свои чувства, нельзя получать посылки. Нельзя никому даже там у себя сказать о Христе. Ни слова. Батюшка был сейчас на обходе. Ни в келье, ни в дороге, ни в столовой, нигде нельзя говорить. Монашество – это изобретение небожественное и нечеловеческое. Вот в том виде, как есть, чтобы все силы высасывать. Я беру пример монастырь Пахомия Великого. Одиннадцать тысяч. Мужиков здоровых, крепких. И главное видение было. Он однажды хворост собирает, ну и несет хворост. И вдруг застыл, в пространство упал. Как Серафима выводили, он ничего не понимал, глазами вводил. Он там плыл еще. В эйфории, так скажем. И вот здесь точно так же стало. Братья, что? Он что-то видит. Наконец он отпустил руки, там хворост свой уронил, наверное. И теперь, ой, что ты видел? Ров глубокий-глубокий. И там на дне монахи. И там тьма сплошная. И они в темноте бьются лбами друг от друга. Некоторые нащупали стенку, пытаются ползти, взрываются. И только единицы, я даже не знаю, кто выполз оттуда. Дальше еще он мне говорил. Я вас туда столкнул. Вот что он должен был сказать. Я вас выведу оттуда. Разломать стены монастырские. Идите и пропадайте Евангелие всей твари. Все. Оставить в монастыре маленьких закуток, куда будут приходить. Они же старые делаются, израненные. И их будут дохаживать другие, которые там есть, бесталантные. Никаких обетов больше не будет. Но кто принял, их надо выполнить. Все. То есть у меня программа для монастыря, для патриарха. Вы считали, мне вопрос задают, что бы вы сделали, если были патриархом? Первый вопрос. Прекратить все строительство. Храмов, часовин, монастырей. Все деньги отдать, у кого брали в долг. Второе. Образовать училище. Сколько? Я говорю, в первый день я образую тысячу училищ. Тысячу? На меня смотрят как на помешанного. Да у нас учителей нет. У меня есть. Я уже договорился. Я договорился. Где баптисты? Я спросил, кто согласен проповедовать, готовить курс у православных. По Библии, по Слову Божьему. То есть у меня все абсолютно обдумано. Это я все на один день. А к вечеру спрятаться, чтобы церковная мафия не задушила. Вот и все. А у патриарха у него, ну как он, до этого делал, другое встреча, там, разбитие епархии. Но это ничего не дает, это все административные меры. А нужно ли это? Да я не о чем буду судить. Нужно, не нужно. Но думай, что нужно. И что, встреча патриарха нужна была? Да я приветствую это. Подошли, поцеловали. Что плохого-то в этом? Ты еще враждах даже море, все бы нести вера-то. А ты экуменист. Экумена – это хорошее слово. Это община. Вместе. Всем быть. Но не серетиками. Я тоже серетиками. Работать, чтобы они были православные. Экумена. Замечательное слово. Люди избратились в слова. Вот, ой, это педофил. Это плохо. Слово педа. Что означает? Ребенок. Фил или любить. Все. Любить ребенка плохо. Так вы имеете в виду любить его, как обет блуда. Вот что теперь туда заложено-то. И блуда. Нету блуда. Секс. А секс, что шестерка, ничего больше нету. Шестерка. То есть разорванная восьмерка. Если ты хочешь догадаться, что происходит. Почему восьмого марта? Почему восьмого марта? В году только один день такой цивичный. Так он выглядит при написании. Все цифры, обозначение месяца, тремя. Это все блуд. А где вы считали? Нигде не считал. Я сам исследовал. Исследуйте писание, просчитал. А потом исследуйте самих себя. Верили вы? Я понял, я верю. И теперь исследование нахожу. Вот как. У меня есть афоризма. Которая вот. Что такое совесть? Так. И подвижник Марк отвечает так. И эвлогий так. Там всех перечисляют. А я отвечаю. Совесть. Это тот участок души. Через который слышится голос Божий. Опровергайте. Что бы они ни сказали, они войдут именно в это. Совесть только тогда работает, когда Господь говорит. А это не всегда, а участок душище, из которой слышится. А этот участок можно разблокировать и сделать полностью на всю душу. А вы по совести жили. Дня, минуты без совести не жил. Если я нарушал, я каялся. Я не знал. Вот сейчас было. Я думал, не погода будет. Сказал. А на самом деле ясное солнце. То есть от меня это не зависело. Меня обманули. Я не слышал, как сказали, что часы надо перевести. В окно смотрю. Во дворе были люди. Никого нет. Я вышел. Нет. В чем дело? Зашел. А уже служба идет. А я живу там в 50 шагах. Так батюшка же объявлял. А я не слышал. Не слышал. Ну вот такое дело. Понятно? Да. Вот вы упомянули, что в монастырях запечатана проповедь. А можно это понятие уточнить? Потому что, допустим, в нашем монастыре, Свято-Васильевском, Селеникольском, Волновакском районе, Адельевской епархии, проповедь звучит каждый раз, каждый день, на литургии, вечером, в чему нет, скажем так, в наших храмах порой. Или, допустим, в Харьковском, в Мужском, в Свято-Покровском монастыре. Там действительно проповедь запечатана. Там никогда священники с проповедью не выступают. Но в нашем монастыре священники, это духовные чады, аргументенты засилы. Они всегда выступают с проповедью. Правда, не с проповедью о Евангелии, о Библии, о Верховом Завете, но с проповедью о новом, с проповедью о житии святых и о жизни в Украине современной, применительно к Священному Писанию. Вот тогда проповедь там идет. Но туда надо приехать, чтобы потом пробовать услышать. То есть, когда она и не запечатана там, и в то же время, вы говорите, запечатана. Что значит запечатана проповедь? Закрыта. Я не об этом говорил. Проповедует. О чем проповедует? Я как Александр в Мене беседовал, я говорю, плохо, что нашим не дают по радио выступить. Он говорит, хорошо. Такого петуха бы дали, говорит. Вот и весь ответ. Что прямо по Евангелию, мне звонили, когда я вел две радиопрограммы, мне звонили все, впервые мы слышим, что православные так любили Библию, пиетет Библии, как Андрей Кураев обо мне сказал, необыкновенной высоты. И дальше, житиями я пользуюсь, но это на 25-м месте. А они проповедуют, Христос говорит, проповедуют и не жития, а Евангелия всей твари. Вот. Теперь я говорю, запечатали не проповедь, а проповедь в людях, которые должны ее нести. Людей запечатали. Были в монастыре по 50 тысяч. Ну что тут непонятно-то? Государство разваливалось. Это изобретение нечеловеческое, чтобы людей запечатать и нещели на проповедь. А если они выйдут, о чем они говорят? Даже выйдут на улицы, смотришь, миссионеры, архиум, он разно называет, Санкт-Петербург. Да лучше бы они не выходили. А они дворкинскую ненависть рассеивают яд. Выходят целыми систернами яды. Они души отравляют. У них нет подхода к душам. Они не знают. Вот. О чем сказать? Первый вопрос. Стоит ли говорить? Они этого не знают. Ну, возьми, это воля Божия, там, Анте, Ацарионов, везде. Хулиганиево. Так и он один. Вот. Я благодарен 50-никам. За что выступают они? Священники. 50-никам. У меня для меня это праздник, встреча с ними. Удивительное дело. Встреча с еретиками, праздник. И кто что такое? Вот обо мне Андрей Курайев, когда отзывался где-то, и говорит, а Игнатий меня по всем почкам пронес. Я тогда заведел у себя поисковик на 33 тома, открытым оком, по 752 страниц. Курайев, я упоминаю 120 раз. Он обо мне там раз 5 всего. Курайев. Он сам приезжал. Сам. Остатки книги я послал через одного священника. И он моим книгам говорит и о мощах, и прочее. Мощи все закопать надо. Похоронить с великими почестями. Что вы к мертвецам прикасаетесь? Какая нужда в этом? А Елисей? Да нет Елисея, мощей его нет. И что тебя толковать? А нет. И нигде не было повеления мощи Елисея дробить и развозить. Ну нет этого. Некрофимы. По-другому не скажешь. По этому программу мне очень ясно. Мощи все захоронить. Все, абсолютно все, до одной частички, будет выполнено первое библейское повеление Божие. Прах ты и в прах возвратишься. Не в кофеешься держать. В прах. В прах. Правильно в Греции считают? Если он не сгнивает, не содлел, это что-то неладно. И вот три раза потом в горе выбрасывает. Он в прах возвратишься. И в прахе должен не выкапывать его. Даже хоронить, и то мертвецам оставь хоронить. А чтобы выкапывать, это намного ниже мертвецов. Это извращенцы. Некрофимы. Некрофимы полифаги. Полифаги. Обжоры. Все на этом. Слава Христу!